Удел в сельскохозяйственных работах один из основных накерунков другостной занятости. У фермерских господарков открытые акционерные товарыства с Гомеля кожную ранницу накеровывается по некольке автобусу. Кто выкористовывает такую машину заработать и кольки может скласти дённый заработок, доведался Олег Синтюроу. Гомельский городский центр занятости полового 8-й годиной ранницы. Миновито тут сбираются люди, которые имеют намер выехать на сельскохозяйственные работы. С початка года такой мощностью скоростались больше 3,5 тысячи человек, причем некоторые принимали удел о оплачиваемых работах, ни одной чем. Может кто-то временно не работает, может кто-то в отпуске находится и хочет подработать. То есть всех желающих мы организовываем, отправляем в сельские хозяйства. Женщин у нас больше, мужчины тоже ездят. Ну, мужчины там в качестве грузчиков что-то тяжёлое перебрать, мешки поднести. Вот в основном такая у них работа. А когда прополка, у нас больше женщин ездят, потому что мужчины не любят такую работу. Середний взрослых тех, кто выезжает на работы, когда 45-ти годов, зарубленные гроши выплачиваются одразу после закончения працанного дня. Для прочатого работа у себя в подприемствах. Есть завсёды, зараз уборка городины. Потом ее переборка у сходящих перед отправкой в годовую сетку. Не глядячи на дождь, в комбинате у сход – литеральный спякотный час. Необходно поспеть убрать добрый урожай. С этой нагоды, с городского центра занятося, что день сюда приезжают, когда 90 человек. Али уже с завтрашнего дня их колькость увеличится. Зараз основные виды работ – уборка морквы, цебули, бульбы и капусты. У господарцы у сход запросованный день, який притягивается, звучайно, до половы, 6-й годины дня. У середнего можно заработать около 15 рублей. Усё задержать от вида работы, так само у властной отказности. Например, моркву у сей работники сбирают у одну машину. Кошт собранного потом поделить на всю бригаду. До речи, практически у всех супы и акционерные товариства различаются грошимом. У некоторых фермерских господарков за работу могут пропоновать продукцию. По любым выпадку, головная задача – максимально худко собрать урожай, який сёлит по некоторых культурах оказался саправдой рекордным. Даже из этих погодных условий, которые были в этом году, урожай мы получили неплохой. Даже посмотреть пауку в этом году мы получили на тысячу тонн больше, даже позапрошлогоднего года, когда у нас был самый большой урожай. В этом году мы получили больше. Неплохой урожай моркови, неплохой урожай капусты. Ожидается тоже выше прошлогоднего. Поэтому, в принципе, подтягиваем все силы для того, чтобы вовремя всё убрать и не попасть под нехорошую ситуацию, конечно, под заморозки. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телеродокомпания «Гомель».